После того, как семена редиски поспели, я их сорвал, срезал и вместе с ботвой перевез домой. И вот они на лоджии пролежали у меня целый месяц. Очень хорошо высохли. Это видно, потому что если попробовать размять их, то они рассыпаются в руках. И стебельки, и листики, и семенные коробочки. Все очень сухо. Теперь можно уже начинать извлекать непосредственно семена. Из семенных коробочек. Я выращиваю семена редиски самостоятельно. И вот семена, когда уже вырастают, они уже просушены, уже очень сухие. Теперь остается их только извлечь в семена из семенных коробочек. Семена находятся в таких вот стручках. Их надо извлечь. Если каким-то образом извлекать их, каждый стручок брать, семенки доставать, это, конечно, будет очень неудобно и долго. Поэтому я делаю несколько по-другому. Я все семена, когда они сухие, складываю в какую-нибудь емкость, ну, например, вот в такой тазик. И после этого я их просто реактивирую на кухне какую-нибудь толпушку и просто измельчаю. Делается это очень просто и спокойно. Вот так. Семена уже очень сухие, поэтому они измельчаются в труху. Крупные веточки, которые здесь попадаются, ну, они извлекают просто их. Вот они. И откладываю куда-нибудь отделю, чтобы они не мешались. Вот крупные веточки. А всю остальную мелочь я просто вот так вот разминаю до состояния, пока не будет труха. И вот так. При разминании семенных коробочек, ну, и всей семенной массы, крупные стебетки, которые отделяются, их можно убирать в отдельную емкость. Вот я складываю, чтобы они не мешали. И продолжать разминать. А все остальное, это мелкие стебельки, листочки сухие, семенные коробочки с семенами. Все разминается до состояния, ну, более или менее однородной массы. Чем тщательнее семена разминаешь, тем больше на выходе будет семена. Но это понятно. Семенные коробочки, чтобы были все, ну, желательно, большинство было раскрыто, чтобы семена из них отделились. Опасаться того, что семена редиски будут повреждены, вот таким способом не стоит. Они очень крепкие и вполне переносят эту процедуру. И вот так вот разминаем, пока не получится однородная масса. Ну, хотя бы более или менее. Ну, вот такого состояния, вот как сейчас у меня, я думаю, будет вполне достаточно. Вот такая. Как бы труха получилась. Ну, можно и по тщательнее размять, но поскольку семян получается и так много, я думаю, не обязательно это делать. Достаточно извлечь то, чтобы же здесь сейчас отделилась от семенной массы. После этого, как семенной материал размят, я добавляю туда воды. Ну, вот у меня в тазике очень удобно сразу в тазике воды добавить. Вот добавляю воды. Вот так. Идерка добавил. Вот, после этого тут торопиться не надо. Тут, во-первых, можно немножечко так прямо руками эту семенную массу немножечко размять прямо в воде, чтобы она вся намокла. Ну, вот так намокла. Размокла. Немножечко ее поворошить прямо в воде. Это делается для того, потому что весь сухой материал, листочки и прочая мезга, она остается сверху, а семенки будут опускаться на дно. Поэтому вот так немножечко разминаем ее, чтобы семена отделились от массы и ушли на дно. Ну, можно проделать это тоже на несколько минут. Ну, опять же, хочу подчеркнуть, что семян довольно много получается, поэтому особо тщательно эти процедуры можно не делать, потому что семян так хватит. Ну, вот будем считать, что основная масса семян у меня отделилась от мезги и ушла на дно. А уже потом вот эту вот мезгу я убираю тоже в мусор. Вот так, немножко ее отжимаю. Можно посмотреть тут даже. Стали что-то семена, ну, особо тут семян не осталось, так что можно ее выкидывать. Это будет удаляться в мусор. Вот я удаляю крупный мусор, он сверху. Семена под низом, естественно, стараюсь не задевать. Чтобы убрать уже мелкий мусор, можно перелить остатки в другое ведро. Когда буду переливать, весь мусор он сверху, и он будет уходить в отходы в это ведро. А семена будут оставаться на донышке. Ну, здесь надо переливать аккуратно, чтобы семена не выплеснуть вместе с водой с грязной. Ну, поскольку семенной материал был пыльный, вода, видно, что грязная, грязноватая такая. Аккуратненько выливаем, 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 выливаем. Вот. Немножечко остается, чтобы там семена не выплеснуть. Все. Вот этот мусор уже убирается, ликвидируется. И здесь уже видно. Но я сейчас попробую показать. Видно, что на дне остались уже семена редиски. Вот они. Вот они, семена редиски. Ну, сразу же, сейчас даже видно, что их довольно много. Но они еще не очень чистые, не совсем уж чистые. Поэтому, чтобы сделать семена более качественными, я сейчас добавлю сюда еще ведерко воды, чтобы уже на чистовую их промыть. И потом уже буду их на просушку отправлять и дальше уже с ними работать. Ну, могу повторить, что это, в принципе, не обязательно. Там уже не так уж и грязные семена. Ну, чтобы сделать их почище, лучше лишний раз вот так вот это проводят. Я, по крайней мере, так проводят. И также повторяем снова процедуру. Немножечко можно, как бы так, семена пополоскать в этой воде. И после этого опять эту грязную воду с мезгой, которая опять сверху собирается, я снова сливаю уже под воду. Аккуратненько сливаю. Ну, видно, что сверху весь мусор он сверху. Если его потихоньку сливать, ну, семена остаются все на донышке. Ну, если одно-два семечка и уйдут с водой, с грязной, то это, как правило, всплывают семечки не очень качественно, это даже хорошо. Это тем самым мы как-то калибруем семена. Остаются только наиболее хорошие. А поскольку семян полно, сейчас увидите, сколько их там будет. То и не очень жалко, если несколько семечек уйдут в отходы вместе с водой. Сливаем опять же не до конца, потому что, чтобы семена не выписали. Ну, я думаю, этого достаточно. Все, семена, можно сказать, что готовы. Но я покажу, какие они в своем виде. Вот они в своем виде. На донышке там лежат. Ну, там какой мусор остался, но он незначительный, он легко потом удалится. Вот семенной материал редиский, более-менее очищенный. С небольшим количеством воды я выкладываю вот на газетке. За что я люблю рекламную прессу, где мне приносят и приносят, что ее можно использовать для, вот, например, таких целей. Выкладываю. Ну, получилось, уже сразу видно, довольно приличная кучка семян. Я думаю, хватит мне на много лет еще и с друзьями поделиться. Вот такие вот семена, вот они, на газете. Сейчас я их разровняю, и пусть они немножечко подсохнут. После этого семена пакуются, подписываю, какой сорт, чтобы потом не перепутать дату, когда я заготавливал эти семена, и отправляю на хранение. Хранятся семена обычно у меня в стаканчиках. Стаканчик обычно использую пластиковые стаканчики. Они сверху не герметичны. Я их не закрываю герметично, но обязательно сверху прикрываю, ну, какой-нибудь ваткой. Делается это для того, что неизвестно, где будут храниться и как, будут храниться семена, чтобы никакие неведомые вредители туда сверху не проникли и не развели там какие-нибудь личинки. Один раз я оставил открытый такой стаканчик, и там какие-то личинки развелись и немного попортили семена. Так выложишь, подписываешь стаканчик, прикрываешь сверху ваткой, и все. У вас семян хватает на несколько лет. Вот такие семена редисочки. Это сорт у меня ледяная сосулька. Вот видно, что семена неплохо поспели. Их очень много. Ну, не знаю, здесь, наверное, ну, с полстакана, по крайней мере, будет. Но, во всяком случае, хватит надолго. Семена редиски готовы. Вот таким простым способом очень легко извлечь семена редиски из стручков. Зато, какой плюс? Ну, семена редиски хранятся несколько лет, и уж поверьте, вот свои семена редиски, делать их очень просто, и выращивать, и заготавливать, и очищать. Но, зато, качество у них отличное. Схожесть почти что 100%. Сходят они очень хорошо. Сортность не теряют, если правильно сделана выборка от семенных растений. То есть, эти семена никакой проблемы не доставляют при обработке и при уходе за такими растениями. Но зато будете иметь очень хороший запас своих собственных семян, качественных семян, которые никогда не помешают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!